Умеренная эта доза полезна получается. Живут там дольше, чем трезвенники. В чем тут оказался секрет? А секрет тут оказался в том, как для эксперимента набирается группа трезвенников. В группу трезвенников включаются все пьющие, в том числе бывшие алкоголики, но он же сейчас не пьет, значит трезвенник. Больные от рождения хроническими болезнями. Он такой не пьет, что ему врачи запретили, да, у него бросить пенную пару в сердце, он не пьет, тоже сюда включается. Кто заболел от водки цирроза печени, бросил пить, он тоже как бы не пьющий, тоже сюда включается. И получается, что в группу трезвенников включается большое количество больных от рождения людей или заболевших от алкоголя и после этого бросивших пить. А раз намного больных, значит и средняя продолжительность жизни ниже оказалась. Вот в чем секрет. Если же брать число трезвенников, только трезвенников по убеждению, а не по состоянию и здоровью, то они живут больше, чем культурные действия. То есть здесь сам эксперимент изначально был подготовлен неправильно. И в результате неправильные выводы. Говорят, что алкоголь веселит. Вот собрались люди на праздник, друг друга не знают, как-то неудобно, неловко чувствуют. Выпили по рюмочке, оживились. По второму разговору, пошли неперты, заулыбались, алкоголь веселит. Что же это за веселье такое? Вообще нормальное трезвое веселье чрезвычайно полезно для организма. Очень полезно. Даже коррогировый врач сказал, что если человек раз в день будет хохотать всю жизнь, то сто лет проживет. Очень полезно смеяться, хохотать. Это и очень полезно. Что же происходит, когда в организм попадает этиловый спирт и почему человек вроде как бы здесь становится недосилее? Когда этиловый спирт попадает в кровь, он растворяет внешнюю скользкую оболочку красных кровяных телец. И красные кровяные телца начинают склеиваться в тромбы по 10, по 100, по 500 штук. Эти тромбы циркулируют по организму и попадают в мозг. А в мозге каждая клеточка питается тоненьким капиллярчиком, по которым вот эти красные кровяные телца туда заставляют кислород. Тоненькие-тоненькие, что красные кровяные телца туда по одному в тиске, где еще и стенки раздвигают. И вот этот тромбик попадает к основанию капилляра, намерк твоего закупоривает, 7-9 минут и нервная клетка мертва. Американцы умудрились посчитать, что 100 грамм виски убивает в коре головного мозга 7,5 тысяч нервных клеток. Перед тем, как поберечь, эти клетки в голове раскрубают сумбур, и человек начинает вести себя странно. То ему все палец, покажи, он смеется, становится какой-то оживлен, становится какое-то наркотическое состояние. И он начинает как бы улыбаться, ему как бы становится весело. Но это веселье пьяное, ничего общего не имеет в нормальной естественной веселье. Веселье под воздействием алкоголя, это предсмертное состояние тысяч клеток головного мозга, убиваемых алкоголем. И польза, естественно, это никому ни потом не приносит. А куда деваются потом убитые эти клетки? Они вымываются в мочеводелительную систему и шлеваются в городскую канализацию. Поэтому есть такая сабрилогическая поговорка, совершенно научно обоснованная. Что вечером пьет шампанское, наутро мочится собственными мозгами. Как вы понимаете, умнее мы от этого не становимся. Точно так же разоблачаются и все другие эти лживые утверждения культуропитейщиков о том, что в тех или иных случаях алкоголь полезен. Наоборот, доказывается, что нет такого случая, чтобы алкоголь был чем-то полезен. Он приносит только вред. Но для того, чтобы убедить людей, для того, чтобы эта страшная система алкоголизации работала, чтобы... А вообще, алкогольную мать у вас что интересует? Что им от вас надо? От вас что им надо? Деньги! Алкогольную мать у вас интересует только деньги. Завладеть вашими деньгами больше ничего от вас не надо. Их совершенно не волнует ваше здоровье. Не волнует каких вы родите детей больных или олигофрэмных или еще каких-то. Это их не волнует. Извлечь у вас деньги. Если бы они извлекали у вас деньги, например, посылали бы грабителей с черным чулком на голове, вас бы после школы ловили, выворачивали карманы. Это слишком дорого и слишком хлопотно. Они устроились гораздо лучше. Они внушили вам теорию культурного уверенного питья и заставили вас сами добровольно идти в эти повелённые лапки и отдавать свои деньги этой самой алкогольной мафии. Ловко они устроились, да? Даже вас не заставляют. Вы не подулок пистолетов туда идёте. Ещё и в очередь здесь идёте. Ой, не дай Бог, мне не хватит. Как они здорово над нами издеваются. Заспревратили нас в рабов, которые платят дань алкогольной мафии. Их интересует вас только содержимое ваших толстых ученических кошельков. Ну, я куда вам деньги надевать, как на сигареты и пиво, правильно? Вот для чего эта теория культурного питья создана. Заставит вас добровольно раскошеливаться. И как показало наше голосование, 99% из вас вот на эту страшную систему клюнули и стали добровольно обносить у себя деньги по тому или иному случаю. Или за шампанское, или за пиво и так далее. Кто кое-кто и за сигареты, наверное, курящиеся, где вас больше встречаются. Таким образом, вот эта страшная система, идеология культуры питьяства и заставила нас стать предатком этой самой алкогольной мафии. Предаткой. Мы обеспечиваем ее деньгами. Часто люди, прослушавшие курс абриологии, понимают все это и первое, что они делают, прекращают пить. Иногда возникает такой вопрос. Вот посмотрели мы на эту страшную систему, как спаивается наш народ. Ведь речь идет о том, что уже мы спились, мы уже до такого состояния, что удачи-то уже некогда. По пьянке Советский Союз развалили. Уже скоро Россия, конец, приходит. Иногда возникает такой вопрос. Ну что я один, ну что я одна могу сделать против этой могущести и алкогольной мафии? Ну ничего я не могу, ну и что пытаться. Действительно, вы вот можете завтра ввести в стране сухой закон? Нет. Нет. А сейчас по-другому простой вопрос. Вы можете завтра в следующий день объявить сухой закон самой себе? А кто вас заставит пить, если вы сами решите, не пить? Так вот оказывается, каждый из вас может страшный удар нанести по алкогольной мафии. Каждый. Взять такой принцип. Ни одного моего рубля этой алкогольной мафии. И кто вас заставит тогда разрешить? Да никто. Это зависит только от вас. Вы отъявляете сухой закон самой себе. И принцип ни одного рубля алкогольной мафии. Это самое страшное, что вы можете для них делать. Прекратить приток денег. Вот это как раз их и может только погубить. Вот это для них страшно. Я за 23 года к алкогольной мафии ни одного рубля своего не отдал. Но нас мало. У нас 1%. Так это сегодня 1%. А если сделать завтрак, то 5%. Потом будет 10%. Это уже ощутимый урод. Так? Вот эта вся алкогольная система спаривания напоминает собой пирамиду. Я рисую вам пирамиду. Или можно другой символ показать. Символ лично рисую. Вот эти ристочки на береге. Это алкоголики. Деточки, на которых ристочки держатся. Это пьяницы. А вот этот могучий впере обхвата ствол. Это наши дорогие, уважаемые культура-питерщики. А в корнях этого баба-баба мы с вами увидим первые ваши жизни. Искрящий сапокатчик шампанского на Новый год. И вот представим, как предлагают бороться с алкоголизмом культура-питерщики. Они предлагают бороться вроде бы алкоголиков. Давайте мы их всех алкоголиков уничтожим. Взяли дерево, отрисли. Ни одного алкоголика не осталось. Но дети через первый бокал шампанский попадают в число культура-питерщиков. Часть из них попадает в число в эти веточки в пьянице. А часть снова в листочке. Пришла весна, и дерево снова зазеремело. Ежегодно спивается и становится пьяницами алкоголиками. 500 тысяч культура-питерщиков каждый год. Вот они, собственно, идут туда. Давайте мы немножко сутируем эту борьбу. Как мы доведем до логического конца. Каким образом? Вот представим ситуацию. За ночь ФСБ, милиция, армию подняли по тревоге. За ночь арестовали всех алкоголиков и пьяниц. К утру расстреляли. Мы завтра просыпаемся. Ни одного пьяница-алкоголика в стране нет. А все остальное осталось. Пивные, длинные водочные заводы остались. Павильоны остались. Культура-питерщики остались. Давайте спрашиваем. Продолжение следует...